Добрый вечер, вы перевести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. С начала лета во всех субъектах страны начали работу филиалы фонда «Защитники Отечества». Указом президента России и председателем фонда назначена Анна Цивилева. В Черкесске в рамках ее визита в республику состоялось знакомство с работой регионального подразделения. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. У входа высоких гостей встречают работники регионального отделения фонда. В сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева пообщалась с инвалидом, участником спецоперации. Расскажите впечатления, как вас встретили сотрудники? Позитивные впечатления. Позитивные, то есть открытые, готовые выслушать и учу, чтобы подключить свои ресурсы для решения тех или иных задач. Задачи непростые. Наверное, в основном документы, выплаты документов. Вот мы как раз ехали, разговаривали, взаимодействие с военно-врачебными комиссиями, с Министерством обороны, чтобы документы ребятам получить необходимые. А потом уже с документами, конечно же, фонд подхватывает и решает все вопросы, задачи. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер социальной поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Здесь также помогут с переобучением и дальнейшим трудоустройством. Действительно, очень много, наверное, вы подтвердите. К нам в фонд обращаются непосредственно и семьи, и сами участники. Несмотря на то, что они находятся в ведомстве Министерства обороны, мы, конечно же, не отказываем и по возможности или маршрутизируем, помогаем, подключаем те ведомства, которые могут решить или иные вопросы, ну и помощь психологическую оказываем. Увиденным председателем фонда защитника отечества Анна Цивилёва осталась довольна. Подобрано хорошее помещение, соответствующее техническим требованиям. Это и площадь, и доступная транспортная среда, и доступная среда для инвалидов. Это уютные, современные, чистые места для встречи ветеранов и оказания им помощи. Особенную оценку отлично я ставлю за то, что здесь работают настоящие профессионалы, люди и с опытом управления, и с опытом боевой службы, которые, как никто другой, знают проблемы чаяния, с чем сталкиваются сейчас ветераны, возвращающиеся домой, и оперативно это отрабатывают, мудро, тонко, очень деликатно решают все эти вопросы. По словам Анны Цивилёвой, задач у фонда защитника отечества очень много. Они разнонаправленные, и в основном они будут исходить непосредственно от запроса самих военнослужащих, которые возвращаются домой, и призвало обратить особое внимание на работу с отдаленными населенными пунктами республики. В этот же день председатель фонда защитники отечества Анна Цивилёва посетила лечебно-реабилитационный центр в Черкесске. Она ознакомилась с условиями пребывания и участников СВО. Здесь они могут пройти бесплатные курсы социально-психологической и медицинской реабилитации. О том, как прошла встреча в центре, расскажет Альб Альбина Ламкова. В лечебном реабилитационном центре председателя фонда защитники отечества Анну Цивилёву, главный врач учреждения Борис Битимрезов, встретил с красивым букетом цветов. Затем все направились в корпус. Не заметить благоустроенную территорию, утопающую в цветах, невозможно. Для пациентов созданы условия, подобные санаторным. Они отдыхают и общаются после процедур. Зона для комфортного пребывания людей продумана с заботой о пациентах. Надо сказать, что в лечебно-реабилитационном центре восстанавливают здоровье все жители республики. Вначале корпус был открыт для реабилитации переболевших COVID-19. Каждому пациенту применяют комплексный подход, потому что это является одним из основных принципов реабилитации. Почувствовать результат можно через неделю. Очень много тренажёров хороших. Вы с каким диагнозом попали? После инсульта. Восстановились? Ну, не полностью, но есть какие-то зреи. Я раньше ездил в этот, в Осетию, как-то был. Но оттуда приехал, хвалил их. Ну, там всё есть у них, роботы, всё. А когда уже здесь увидел, что у нас точно такие же. В центре осуществляют одну из задач филиала фонда «Защитники Отечества». Они содействуют в получении всех полагающихся мер поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение. В лечебно-реабилитационном центре бойцам созданы все условия. Для восстановления здоровья разработаны специальные программы. Опыт у врачей в реабилитации пациентов уже есть. В этом убедилась и Анна Цивилёва. С приказом 788-Н по реабилитации занимаемся не менее трёх часов в день. Вот, ну, вот двигательную такую терапию. Ну, я думаю, больные довольны. Подождите, трёх часов в день для каждого пациента? Да, практически. То есть вы, в общем-то, здесь постоянно физически... Где-то вот здесь, потом на других аппаратах, там, массаж, там и так далее. В общем, они вот, процедуры все, если в общем взять, соответственно, так мы занимаемся. Вы чувствуете какие-то улучшения? Вы давно уже здесь находитесь? Я поступила с отбухшими ногами. После перелома, после травмы? После, да, операции. После операции. Анна Цивилёва отметила, что в центре реабилитации есть всё необходимое для восстановления бойцов. Всё, что необходимо, всё у вас есть. Хотел сказать, что у вас ремонт, наверное, был недавно, да? Вы знаете, 10 лет там ремонт. Да вы что? Мы такие аккуратные. Потому что ощущение, что чистоты, ухоженности. Действительно, лечебно-реабилитационный центр представляет комплексную структуру. Он хорошо оснащён, имеет подготовленную базу и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда, подытожила Анна Цивилёва. Добавив, что врачи и медучреждения понимают перспективы возможностей для этих ребят, для того, чтобы активно войти в социальную жизнь. В общем-то, я вижу, что это настоящая база для того, чтобы ветераны специальной военной операции здесь проходили реабилитацию, восстанавливали утраченные функции. И это очень важно и востребовано. Сейчас разговаривали с руководителем данного центра, и вопрос встаёт в том, что необходимо подготовить специалистов, именно реабилитологов. Потому что в прошлом, конечно же, таких специалистов, во-первых, их не было необходимости в таком количестве иметь, а во-вторых, их просто сейчас не существует на данный момент. Поэтому важно подготовить как раз программы, обучающие реабилитологов, для того, чтобы они заходили и грамотно использовали то оборудование, те ресурсы, которые в данном реабилитационном центре уже имеются. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия. Накануне прошло 26-е заседание членов избиркома республики. На повестке изначались регистрации кандидатов депутата Государственной Думы по 16-му одномандатному округу. Ранее в качестве претендентов были утверждены представители Справедливой России и ЛДПР. Теперь в избирком республики зарегистрировано ещё два кандидата от КПРФ, Кемал Быттаев от партии «Яблоко» Ахмед Абазов. Проверка поданных ими документов не выявила нарушений. Также был обсуждён вопрос об организации избирательных участков для людей, не имеющих регистрацию по месту жительства в России. В итоге принято решение не создавать для этой категории новые участки, а возложить полномочия на уже существующие. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров. Температура воздуха ночью плюс 14-19, в горах местами до плюс 13-ти, днём плюс 26-31, в горах местами до плюс 23-х градусов тепла. В Черкесии кратковременная дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днём плюс 28-30 тепла. Сегодня расплескалась синева над шестой частью суши. Традиционно во второй день августа свой профессиональный праздник отмечают воздушно-десантные войска. Знаменательная дата ведёт свою историю с 1930 года. Ровно 93 года назад на учениях под Воронежем 12 солдат впервые совершили массовое десантирование с парашютами. Ахмад Халкечев продолжит тему. Своё праздничное собрание на Аллее воинской славы, парке культуры и отдыха «Зелёный остров» в республиканской столице ветераны ВДВ начали с торжественного построения. От имени главы Рашида Тимрезова десантников поздравил. Первый заместил главы правительства Карачаева-Черкесии Марат Хубиев. И сегодня, когда перед нашей страной стоит сложная задача по избавлению наших земляков и братьев от фашизма, десантники плечом к плечу с другими подразделениями вооружённых сил выполняют сложные задачи. Особо отличившихся на стезе общественно-полезной деятельности и патриотического воспитания молодёжи отметили орденами отца-основателя воздушно-десантных войск генерала Василия Мэрделова и памятными медалями Союза ВДВ. В их числе и наш коллега, заслуженный журналист Карачаевой-Черкесии, Ахмад Чучаев. Я служил в 73-м, 75-х годах. С тех пор прошло 50 лет. Юбилей у меня. Я благодарю то, что ветеранская организация мне дала за мою службу, за мой труд в воспитании молодёжи, патриотического воспитания молодёжи, что дали ветеран ВДВ. Кроме главного и всем известного лозунга воздушно-десантных войск, никто кроме нас, войска дяди Васи, придерживается ещё и девиза мушкетёров. Мы все родом из ВДВ, и батя наш Маргелов. Один за всех, все за одного. Сам погибнет, но товарища на поле боя не оставит. Я прошёл Афган, я знаю, что такое. Меня мои братья три раза вытаскивали с поля боя. А мы до сих пор друзья, как родные братья. Вот на душе плохо, да? Я вот к ним приду, или они ко мне приходят, посидим, и как будто молодые становимся обратно. Вот так вот. Официальную часть праздничного собрания «Голубые береты» завершили возложением цветов памятникам неизвестного солдата и генерала Василия Мергелова. В спорткомплексе «Юбилейном» прошло чествование заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Турнир по вольной борьбе в честь 80-летия известного наставника посетили немало его воспитанников, в том числе победителей и призёры самых престижных соревнований. На мероприятие побывал и Артур Мхце. Стартовавший в спорткомплексе юбилейном турнир по вольной борьбе не был отборочным на крупнейшие соревнования по этой олимпийской дисциплине. Однако интерес к нему оказался ничуть не меньшим, чем к состязаниям с участием лучших мастеров ковра. И это неудивительно, ведь главным виновником торжества в спортзале Черкеска был человек, под руководством которого занимались многие известные далеко за пределами Карачаево-Черкесии борцы. Заслуженному тренеру России Юрию Меликерову исполнилось 80 лет. О нынешнем директоре шестой городской спортшколы с теплотой вспоминают его ученики. Первое место сегодня. Легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого, но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам. Если говорить именно о его жизни в спорте. У него другой жизни, по-моему, и не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит, он в спорте, сколько мы его помним, он в спорте. Он величайший организатор. Прозанимался с 1978 по 1993 год, 15 лет отдал. Вот Якубыч, это второй отец, он нас всех воспитал, всех вырастил. Некоторые из бывших воспитанников Меликерова затем вошли в его тренерский штаб, чтобы вместе готовить спортсменов к новым победам. Один из них – мастер спорта Алексей Смирнов, который знаком с Юрием Якубовичем около полувека, с первых тренировок в полуподвальном помещении. Я когда заканчивал свои спортивные выступления, Юрий Кубович предложил, он говорит, не хочешь на тренерской работе поработать, я заканчивал пединститут карачаевский. Ну, я с удовольствием принял предложение. И тогда было еще СПТУ-3, это на Комсомольце, где сейчас академия располагается. И был такой необорудованный спортзал, без условий, как сейчас, вообще без ничего. Он сказал, Гарт Алексей, попробуй, если вот я увижу, что у тебя что-то получается, я тебя заберу в школу Олимпийского резерва. Сейчас мы единомышленники, сейчас мы коллеги, и с большим уважением, и с большой такой мужской человеческой любовью отношусь к нему, как к старшему, как к наставнику. Очень интересный, душевный, внимательный к своим ученикам, к своим друзьям человек. И сегодня праздник спорта, праздник борьбы. В такой день сами соревнования отошли на второй план. На первом, разумеется, именинник Юрий Якубович Меликеров. Его многолетний труд был отмечен почетной грамотой Совета Федерации, орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией, другими ценными подарками, а главное, вниманием и уважением его воспитанников и коллег. МЧС предупреждает, сегодня до конца суток, завтра в республике ожидают сильные дожди с крадом, усилением ветра в горах, сход селий. Жители и гостей Карачаево-Черкесии просят быть внимательными и осторожными. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ловец снов». Всего доброго и до встречи в эфире.